Начну я с задачей, которую можно прочесть в романе Толстого «Война и мир», и которая еще известна с древних грехов про Ахиллеса и черепаху. Но вы, наверное, знаете. Значит, есть Ахиллес, это известный древнегреческий герой, который там, в частности, быстро бегает. Есть черепаха. И известно, что Ахиллес бежит быстрее, ну, скажем, там, в 10 раз. И он, а черепаха от него убегает. Ну, я не могу нарисовать пропорции, но так вот. Тогда парадокс состоит в древнегреческом, состоит в следующем. Ну, посмотрим, что Ахиллес, когда-то он найдет от того места, где была черепаха. Ну, давайте скажем, что, допустим, он бежит со скоростью 10 метров в секунду. Черепаха, конечно, это не... Ну, для простоты такая учебная черепаха будет бежать со скоростью 1 метр в секунду. Хотя это, конечно, слишком много. А расстояние путь будет 10 метров. Тогда, значит, он через... Что? Через секунду ее догонят. Но черепаха на 1 метр уползет. Значит, вот это будет 1 метр. Мы тоже не вполне в масштабе, но ладно. А, конечно, и это расстояние Ахиллес пробежит. Уже за сколько? За одну десятую секунду, конечно. А за это время черепаха убежит на сколько? На 10. Ну, на 10 сантиметров. Естественно, она каждый раз в 10 раз меньше, чем Ахиллес. То есть каждый следующий отрезок будет 10 раз меньше, потому что это то время, то, что пробежала черепаха, за то время, пока Ахиллес бежал в предыдущую. Ну и так далее. Ну и дальше, значит, древнегреческий философ Зенон объяснял, что как же так? Наверное, Ахиллес никогда не догонит черепаху. Ну, вернее, конечно, он понимал, что догонит. Но он объяснял, что с одной стороны, казалось бы, догонит, а с другой стороны, ясно, что это все будет продолжаться бесконечно долго и никогда, никогда, значит, этот процесс не кончится. Ну, вот это известно, этот парадокс, так сказать, вот известен со временем древнегреческого, но как вы думаете, когда они встретятся все-таки на самом-то деле? и когда и где они встретятся, давайте посмотрим. Через 1 и 1 в периоде секунды. Через 1 и 1 в периоде секунды. А почему? В 10 секунды. Секунды. Как это объяснить? Кто может, да, кто может объяснить? Скорость сближения Ахиллеса с черепахами. Сейчас, вы хотите объяснить этот ответ или получить другой ответ? Нет, нет. Давайте, хорошо, давайте. Скорость сближения. Скорость сближения 9 метров в секунду. Скорость сближения 9 метров в секунду. Ну, конечно, 10. 10 минус 1. А расстояние между Ахиллесом и черепахами 10 метров. Начальное расстояние было 10 метров. Ну, 10 мы делим на 9 и получим. Значит, 10 мы разделим на 9. Ну, это все-таки не совсем такой ответ, как... Не в точности этот ответ. Это как бы 1 и 1 девятая. И еще, так сказать, вопрос. Одно и то же это или нет? На самом деле... Вы думаете одно и то же. Хорошо. А как можно объяснить этот ответ? Да. Да. Потому что Ахиллеса каждый раз сокращается время на 10 раз. Да. Значит, сначала была одна секунда. Да. Потом плюс 0,1. Плюс 0,1. Плюс 1 сотая. Потом еще прибавляется 1 сотая. И вот так далее. И вот так далее. Значит, это вместе будет 1 и 1 десятая. А это будет 1 и 11 сотых. Потом следующее будет 1 и 11 тысячных. А как бы, так сказать, если вот этот процесс бесконечный представить себе, что он уже закончился, чтобы это не значило, то получится как раз вот эта вот дробь. Ну, и вот вопрос все-таки такой. Вот у нас есть два способа рассуждения. Один дает простую дробь, или как-то новенную дробь, как это называется. А другой десятичный. И вопрос. Они, эти два числа, в точности равны? Ну, ясно, что они близкие. Но в точности они равны или не в точности? В точности равны. В точности равны. В точности равны. А ну, а как... Значит, давайте мы умножим их, скажем, на 9. В одном случае мы получим 9, 9, 9, 9, 9, 9. А в другом случае получим 10, просто ровно 10. Значит, равны эти два числа, и они только очень близки. Кто считает, что они равны? Поднимите, пожалуйста, руки. А кто считает, что они очень близки, но не совсем равны? Вау, примерно одинаково. Ну, давайте мы послушаем объяснение. Значит, допустим, кто может объяснить, почему они близки, но не совсем равны? Вот кто может как-то объяснить это? Ну, вас бы все считали, но, может быть, кто-то может это сказать словами. Убедить народ. Что все боятся. Предположим, что у нас 10 равно 9, 9 в периоде. Предположим, что 10... Мы просто суток противного. Очень хорошо. Предположим, что 10 равно 9, 9 в периоде. Значит, у нас, соответственно, помним, что 10 у нас равно 10. Тоже верно. 10 равно 10. 10, и что? Соответственно, 9 и 9 в периоде равно 9 и 9 в периоде. Это тоже верно. Как это нас приближает к нашей цели? Одно равно другому. Но почему они не равны друг другу? Да. Далее просто смотрим, что у нас, если бы 9 и 9 в периоде было бы равно 10... Если бы 9 и 9 в периоде было бы равно 10, то... То было бы как себя предворечие. Так как у вас уже есть, наверное, что 10 раз стало 10. Чем же предворечие? Сейчас, покажу. 10 равно 10 и 10, это верно. Что? А что он хочет, насквозь за тем, что одно и то же число всегда записывается только одним способом? Нет, ну подождите, давайте я докажу, что 2 плюс 2 не равно 4 вашим методам. Предположим, что 2 плюс 2 равно 4. Тогда с одной стороны 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. С другой стороны 4 равно 4. Если бы они были равны, то вот что-то такое. Нет, как-то это... Я не вижу, как бы, где... В чем тут шаг-то какой-то. Так, кто-нибудь еще из тех, кто считает, что они не совсем равны, а только очень близки? Можете это объяснить? Да. Не можете. Хорошо. Так, давайте. Для 9-ти целых 9-ти в период всегда ставится совсем небольшая часть, поэтому оно не может стать полусу равных 10. Что это число не может стать полусу равных 10? Да, вы ставите совсем небольшая часть. Нет, ясное дело, что 9, конечно, меньше 10. Остается 1 десятая. И 9,99, 40, тоже меньше 10, остается 1 сотая. И так будет продолжаться, сколько бы мы не написали 9,99, это всегда будет меньше 10. И дальше происходит такой переход, что раз так, то и это тоже не равно 10. Да, тут значит конечность, а тут конечность. Да, тут вот бесконечно много девяток, а тут конечность много девяток. Так, а вы хотите объяснить? Почему они равны? А, почему они равны? Ну, давайте начнем. Ну, вообще, что означает запись 9 и 9 в период? Это очень хороший вопрос, потому что, что означает запись там, я не знаю, 9 и 9, это понятно. Это мы берем 9 целых и 99 сотых. В принципе, с моей точки зрения, вот эта запись означает, к чему будет стремиться выражение 9 плюс 9 делить на 10, то есть 10 первое плюс 9 делить на 10 второе. То есть мы рассматриваем вот эти выражения 9 и 9, 9, 99, 9, 9, 9, 9 и так далее, и смотрим, к чему они стремятся. Они стремятся к 10. Нет, а что это значит? Ну, когда там человек стремится к счастью, это понятно. А что значит, что вот эти выражения стремятся к 10? Как вы это понимаете? Это значит, что десятка больше, смотря с какой стороны они стремятся. Если они стремятся к тому, то есть то, что они все меньше 10. Ну, в данном случае, несомненно, они все меньше 10. Поэтому, что значит, что они стремятся к 10? Какое бы мы число им взяли меньше 10, то у нас найдется такая последовательность из каких-то девятых, что она будет больше от выражения? Какое, значит, вот внимание, это очень важный момент. Значит, мы даем определение. Что означает, что вообще это бесконечная дура? Это то число, к которому эти стремятся. Теперь, а что такое стремятся? Это нам тоже объяснили. Нам объяснили, что значит, что они стремятся к 10? Вот я повторю это, а вы скажете, правильно я повторил или нет. Это значит, что какое бы мы число меньше 10 не взяли, ну там, а, я не знаю, всегда эту границу, эта последовательность преодолели. То есть вот у нас, ну давайте я изображу точками эти числа, ну вот у нас было там 9, потом есть 9 и 9, ну я тоже не в масштабе, конечно, пишу, 9 и 9, потом там следующий и так далее. И вы говорите, давай я повторяю ваше определение, что когда мы говорим, что они стремятся к 10, мы имеем в виду следующее, что какое бы меньше 10, что мы ни взяли, некоторые члены этой последовательности будут справа от него, больше него. Вопрос, правильно ли я понял ваше определение? Да, 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 да. В 9 и 10, да. Вот если бы, скажем, в районе, ну если бы стремилось, то есть было бы в 10 и 1, 10 и 1, А, в более... Ну тогда в больше 10 надо. Нет, в смысле, если бы они не возрастали, убывали, тогда было бы другой определитель. Это правильно вы говорите, но давайте все-таки с этим определением. Как же вы будете это доказывать? Значит, мы договорились, что бесконечное другое, это то число, к которому они стремятся. А говорим, что это 10. И теперь вы беретесь доказать, что они стремятся к 10. Давайте докажем. Пусть а меньше 10. Почему, собственно говоря, одно из этих чисел будет больше чем? В принципе, любое обещанное число можно записать бесконечных последовательств. Не понял. Ну давайте скажите вы тогда. Ну вообще-то у нас есть сумма бесконечных бывающих нематилетических модерейских. Ну вот, можно сказать, что эти числа это сумма прогрессии 9 плюс 9 десяток. Ну вот, 9 соток. То есть мы берем все больше и больше членов этой прогрессии. Тиже минутку. Да. Есть такая формула, что давайте вспомним эту формулу, что значит B1 плюс B1U плюс B1U в квадрате плюс и так далее равняется чему? В1 на 1 минус Q. Ну хорошо. То есть частный случай этой формулы, если мы положим B равен 9, а Q равняется чему? 1 десятый, да? 1 десятый. то у нас получится, значит, 9 плюс 9 десятых плюс 9 сотых плюс и так далее, получится, значит, b1. А, мы начинаем с 9, 9 и 9. Ну, давайте, там с ахиеза было 1, 1, ну ладно. Значит, 9, а здесь будет 1 минус 1 десятая. То есть это будет 9, делённую на 10, на 9 десятых, то есть как раз в точности 10. Прямо вот супер. Но, тут уже народ интересуется, а почему, значит, мы свели эту частную задачу, а как мы будем это доказывать теперь? У вас какие-то есть предложения, как это доказывать? У нас есть такая формула для суммы общения конечной прогрессии. В смысле, какая-то другая формула, или вы имеете в виду особо конечной прогрессии? Ну, есть такая формула. А как её вывести бесконечно? Ну, давайте даже напишем, как выглядит формула для конечной прогрессии. Значит, если мы сложим до какой-то Q в степени M, то что должно получиться для конечной прогрессии? Давайте я уже раз... Кто помнит эту форму? Поднимите, пожалуйста, руки. Сумма конечной геометрической прогрессии, кто прямо помнит, что там получится? А, не все помнят. Хорошо, значит, давайте тогда помним, как её вывести. Вот у нас имеется S. А, тогда мы можем сказать, чему равно QS. Да, давайте это умножим на Q. Тогда QS чему равняется? Это будет B1Q. Но я его напишу здесь, потому что уже B1Q здесь. Плюс B2Q... B1Q... Я прошу прощения, конечно, B1Q в квадрате. Плюс и так далее. И последний член будет, уже там, справа под этим. B1Q... Какой? N плюс 1. Значит, а видно, что у них имеется общий кусочек. Вот этот. Значит, чтобы получить... Ну, не этот, вот такой. Чтобы получить QS, что надо сделать с S? Это S... Надо что-то отнять и что-то вычесть. Минус B1 плюс B1. Значит, B1 надо отнять. А надо добавить B1 в QN плюс 1, да? Да, то есть Q минус 1S. То есть Q... Это QS... Значит, Q минус 1S, значит, равняется... Да? Равняется... Значит, QB1 умножить на QVN плюс 1, минус 1, это плюс, и на Q минус 1. Ну, смотрите, когда мы выбираем бесконечность таких слагаемых, у нас нет наследия. Ну, понимаете, это, конечно, хорошо, если бы мы могли опинировать этими бесконечными слагаемыми, как если бы они были конечными. Но все-таки вы сами сказали, что у нас есть понятие стремиться. Стремиться означает, что она становится вот больше любого A, меньше у 10. И для бесконечной суммы у нас нет... Надо доказывать, что она чему-то равна. Ну, смотрите, опять умножим на QS. Бесконечную сумму. Ну, да. А это законно? А, нет, сперва надо проверить то, что у нас стремится бесконечным. Нет, ну хорошо, допустим, она не стремится к бесконечным. Нет, давайте сделаем, потому что сначала надо делать, а потом уже думать о законности. Значит, давайте... Вот у нас есть такая сумма, но уже с многоточием. Что вы предлагаете с ней сделать? Умножить на Q. Умножить на Q. Получится B1Q плюс B1Q в квадрате плюс и так далее. То есть получится... Как это связано с исходной суммой? Получится S минус Q1Q. Получится S, то же самое S, но только без первого члена. А почему? То есть получится... Значит, из этой формулы можно получить... Получить что? Что S равняется... Ну, B1 изберите в ту сторону, а кусь сюда, то получится B1 деленное на 1 минус Q. Вот та самая формула, с которой мы начинаем. То есть вообще все сходится пока. Ну, это законное дело, поскольку мы нигде не оперируем с бесконечностью. Как это мы не оперируем? Мы оперируем с бесконечным количеством слагаемых, но не с самой бесконечностью. Вот именно поэтому... А это какое-то тонкое различие. А? В чем разница между бесконечным слагаемым и самой бесконечностью? Ну, тем, что ряд может сходиться как два, то есть ускориться без суммы. То есть если мы найдем бесконечное количество слагаемых, это не обязательно, что их сумма будет бесконечным. В чем бесконечное? Ну, а что это значит? Нет, мы опять сталкиваемся с трудным вопросом. Мы берем больше и больше слагаемых... Что такое стремление к бесконечности? Да. Но вы объяснили, что значит, что последователь этих чисел стремится к десяти. Что она становится больше любого числа, меньше на бесконечности. Дисконечность значит то, что какое бы число ни взяли, оно будет больше заданное. Какое бы мы заданное вещественное число ни взяли, то у нас всегда будет число последовательности больше. То рано или поздно мы перейдем эту границу. Ну, хорошо, но как это оправдывает? Вот такая запись, в принципе, у нас не определена. Мы знаем, что значит сложить два числа, три числа, сто чисел, тысячу чисел. Но что значит сложить бесконечно много чисел, мы все равно не знаем. Значит, зайти такое число А, что для него будет выполнено... Нет, для него будет выполнено что? Для него будет выполнено то, что какое бы мы количество слагаемых не взяли, то будет сумма меньше. За какое бы существо ни взяли меньше этого А, то тогда можно взять такое количество слагаемых не взяли? То есть, если у нас есть более конкретные вопросы... Значит, а вот, допустим, есть какая-нибудь другая дробь, не эту, про которую сразу было ясно, что это десять, и не эту, про которую было сразу ясно, что это десять девятых. А давайте какую-нибудь странную дробь напишем, допустим, это будет там ноль, запятая, там, тридцать семь, тридцать семь, тридцать семь, тридцать семь и так далее. Тридцать семь в периоде. Так, поднимите руки, кто скажет, чему это равно, какая-то лучше сопростая делать? А, не все. Тридцать семь девяносто девятых. 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 Ладно, поверим временно в это. Кто бы это не знает, что надо сказать? Пока будем действовать так смело. Чего-то равняется и чего? Мы делим на это наше число. В смысле? Что мы делим? 0.37 на это? 0.37 на 0.99 0.37 мы делим на что? 0.37.37.37 делим на 0.9999 и так далее. И говорим, что это будет 37.99, да? Да. Ну хорошо, кто считает, что этот ответ правильный? Давайте спросим. Ну, видите, его как-то не очень выделено. Можно убедить? Ну, я не знаю, удастся ли вам. Ну, попробуйте. Вот смотрите, пускай эта дробь равна х. Ну, не 2, а 5, что? Ну, бесконечная десятичная дробь равняется каком-то х. Можно убедить 100 раз. Что это означает? Значит, все передвинуть на 2 раз. Да. Значит, напишем, чему равно 100 х. Ну, это 37. Тогда мы знаем, что нужно запятую сдвинуть, я просто повторяю, чтобы все слышали, запятую сдвинуть на 2 позиции. Получится 37, 37, 37 и так далее. Ну, то есть получается, что 100 х на 37 больше чем х? То есть 100 х, разница между этими числами как раз 37 целых. Значит, 100 х равняется х плюс 37. Ну, а из этого нужно понять, что... 99 х равняется х плюс 37. Это равняется 37, прошло включение. Ну, и значит, х равняется 37. Так или иначе, вот предлагается новое, другое объяснение, почему это число равняется 37,99. Кто считает, что это правильно? О, уже больше. Больше. Хорошо, спасибо. Ну, давайте, давайте я еще, еще одно объяснение, на самом деле очень близкое к тому, что вы говорите. Давайте, как можно объяснить? Ну, если кто еще не верит, давайте сначала напишем, чему равняется 0, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ну, как вы думаете, чему это равно? 1,99. А как в этом убедиться? Если мы умножим его на 99, то естественно, что он так просто в столбик. Ну, правда, там надо начинать с бесконечного правого конца, это не так ясно. Но, ладно, если уж понятно более-менее, что если это умножить на 99, то получится 0,99. Ну, а это мы знаем, что это единица. Значит, это 1,99. И что теперь нужно сделать, чтобы получить это число? Надо умножить на 37. Значит, если мы умножим на 37 слева и справа, то справа получится 37,99, а здесь из каждой пары 0,1 получится 37. Ну, вот так или иначе, тремя не очень законными способами мы получили один и тот же ответ. Это наводит на мысль, что, наверное, это ответ имправильный в каком-нибудь смысле, раз уж он получается все время. Но вот в каком смысле этот вопрос не очень. Надо это объяснять, доказывать и прочее. Хорошо. Но раз вы так все хорошо ставите, давайте я спрошу какую-нибудь еще сумму. Вот мы складывали тут степени 10. А давайте мы сложим что-нибудь еще. Например, мы сложим в степени двух. Один плюс одна вторая плюс одна четверть. Вот мы будем так больше и больше прибавлять чисел. И сумма будет к чему-то приближаться. Теперь у нас ахиллес во сколько раз бежит быстрее черепахи? В два. В два. То есть он сначала догоняет ее за секунду, она пробегает половину расстояния, он за половину секунды пробегает эту раз в половину, она пробегает четверть и так далее. Значит, и это вы говорите, когда он ее догонит? Через две секунды. Через две секунды. Как это объяснить? Ну, умножим все на 2. Да, вот у нас уже есть верный способ. Умножим все на 2. Тогда у нас получится, если это x, один раз это незаконное действие мы уже проделывали, и оно уже тем самым слегка, как теперь говорят, легитимизировано. Значит, давайте умножим его на 2. Получится 2 плюс 1 плюс 1 вторая плюс 1 четверть. То есть 1 плюс x. Ну, то есть x равняется... Только 2. Да, извините, конечно. Я... Значит, вот это 2, которое есть здесь, 2 плюс 1. Значит, x равно 2. Вот. Ну, это... Ну, можно сказать, из черепахи. Как сказать черепаху? Если он бежит в злое быстрее, то разница в скоростях — это половина его скорости. Ну, значит, он вдвое дольше, чем за первый раз. Первый раз. А если он в 3 раза бежит? Если 1 плюс 1 треть плюс 1 девятая... Сколько будет? Полтора. Три. Или полтора? Полтора все-таки. Полтора. Ну, потому что... Множко 2 раз. Значит, скорость у нас... Когда мы вычитаем скорость черепахи, у нас получается 2 трети скорости Ахиллеса. Значит, разница в 2 трети его скорости. Значит, вместо секунды ему придется бежать в 3 раза больше, то есть как раз полтора. Ну, и неудивительно, что это меньше, потому что... Потому что это... Ты сам... Ну, вот там была одна вторая, а тут одна треть. Ну, естественно, получается абсолютно немножко. Вот. Хорошо? Продолжение следует...